Вот есть как бы зворотник звезок, обратная связь с кем-то из того, кого уже поменяли, то есть общаемся ли ты, ты или я или они все неблагодарные свиньи, но это как бы оставим, то есть кто-то с тобой связывался? Да, мы держим связь с некоторыми, они сами выходили на тебя? Они больше выходят на Диму, немножко на меня. У Димы в основном телефон. Мы сейчас, мы разделились просто потому, что задач очень много, которые мы перед собой вставим в первую очередь, а возможности ездить постоянно вдвоем нет. Плюс еще выключение света и так далее. Вот я сейчас приехал, я сейчас вот неделю буду, например, во Львове, а Дима поедет туда, пока не можем сказать куда, да, это у нас такая вот... А о чем вы общаетесь? То есть с теми, с кем ты разговариваешь, они их обменяли. И зачем, почему они хотят держать связь с тобой? Мы нет. Во-первых, благодаря, в первую очередь, некоторые из них. Я говорю, что у меня там из вот этих всех моих интервью, да, около полутысячи уже, это страшное какое-то число, десяток было вполне искренних, нормальных ребят. В основном это риторика следующая. Вы извините, я говорил, там, обещал, но сделать не могу, потому что, вы же понимаете, я вот сюда вот приехал. Мы пытаемся... Ну, некоторые там, скажем так, офицеры, там, типа, как ты говоришь, такой именно вот штатный военный, жесткий, там, типа, да, вот... Кадровый. Да, кадровый такой, вояка, до мозга гостей, вот он говорил о том, что нет, я хотел... Я понимаю, что эта война не нужна, и я хотел бы вернуться вот в Россию и заняться гуманитарной работой, вроде такой, которую вы делаете вы, но есть еще такое, что многие тела не забирают, обмены телами не проводят погибших, как там с вашими пленными. И я понимаю, я это прекрасно понимаю, что ничего он не сделает. Но где-то у меня вот теплится какая-то надежда, микроавантюризм какой-то, что может этот человек действительно имеет с кем-то какой-то выход, какую-то связь. Может быть там кто-то что-то прикинет, и может быть действительно мы получим хотя бы какую-то коммуникацию еще дополнительно. Потому что мы понимаем, что наши органы занимаются, да, все красавчики, по вопросу обмена, да, и так далее. Но любая коммуникация возможная, которая может дать нам выход, узнать просто, что там с нашими пленными, что там с их здоровьем. Потому что я уверен, что и тебя засыпают в личку вопросами, а наших в плену, да. Я, пользуясь случаем, еще раз говорю, что нет никакого выхода, у нас никакой возможности формировать как-либо списки или как-либо вплываться. Да, это важно сейчас подчеркнуть, потому что мне тоже пишут. Да, мы не, то есть мы не формируем списки, да. У меня, я даже рассказывал, как-то был момент, когда русские, вот на полном серьезе, да, они там, я хочу связаться с любым миром, потому что у нас как бы есть студийный телефон, вот я иногда там утром прихожу на работу и просматриваю, и русский многие там пишут, потому что у нас еще есть сайт, и они на полном серьезе разговаривали, они предлагали мне деньги. Они предлагали деньги за звонок, за обмен и так далее. То есть здесь важно, ни я, ни Владимир Золк не занимаемся обменом, да. Мы никак не влияем на это. Да, если вы кому-то заплатили хотя бы копейку, хотя бы копейку, как украинцы, так и россияне, да, я сейчас обращаюсь к первому, ко второму. Если вы заплатили хотя бы копейку за решение хотя бы какого-либо, любого, пусть такого вопроса, за связь, за информацию, за якобы обещание обменять еще за что-то, знаете, вас обманули. Вот просто, вас кинули, все. И когда там, например, я встречаю комментарии, что типа там за деньги что-то происходит, никто из нас не берет денег, никто. То есть не то, что, грубо говоря, мы это не делаем, нам это не нужно, потому что мы никак не влияем, правильно? Короче говоря, даже речи об этом. Даже речи об этом. То есть если берут деньги, этим всем занимаются украинские органы, мы просто разговариваем. Мы перейдем дальше. Мы что-то не ответили, мы что-то забыли. Автоматчики. А, о связи. Ты о связи ответил. Давай я скажу еще о связи. Да, я вот не договорил, же самый главный момент. Что добыть какую-либо информацию про наших пленных, я не оставляю попытки, в том числе и через тех, кто вернулся, россиян, которые, мне кажется, людьми, которые могли бы на что-то повлиять. Если говорить о связи, хотят ли они держать связь, да, вот, например, там как бы в начале ноября был обмен, да, это большая группа была, там 107 человек обменяли, мне кажется, да. Вот многих из них обменяли из лагеря «Запад-1». И они мне говорили, когда перед этим, что они будут уезжать, что они хотят со мной держать как бы связь. Я иногда спрашивал, для чего. Они говорят, ну, ты нам симпатичен, в любой мир. Вот такой был ответ в большинстве. Но у нас было большое интервью, ну, как большое интервью, там где-то 15 минут, если ты видел, там был такой Никита где-то с Сибири, мать-уборщица, у него оторвало ноги, потому что он подорвался на этих, на минах чувашей, на своих же, да, перепрыгивали они. И очень многие россияне, типа, писали, что мы хотим этому мальчику помочь, там пацану 20 лет, мне кажется, да, он вообще без ноги. Да, выше колен еще оторвало, мне кажется. Конечно, он, как бы, психически он немного был подавлен в этой все ситуации, 20 лет достаться. И многие нам писали, дай контакты матери, его, кстати, мне кажется, уже обменяли, дай контакты матери или кого-то, потому, все россияне на Западе живут, те, кто нам писали, и прямо нам писали, потому что в России протезов он не найдет, да, потому что эта страна ему ничего не сможет дать, то есть, розгвардейцы он в розгвардии, воевал, помогите нам связаться, потому что мы ему хотим купить протезы. Вот часто такое есть, да? Этичная история. Да, мы хотим ему помочь. Мы там иногда переписываемся или не переписываемся, там, даем контакты или не даем контакты, но в большинстве случаев, как бы, россияне, которые там на Западе живут, они хотят помочь этим россиянам, которых мы там показываем, да? Ну вот, мы иногда с ними разговариваем, они не хотят выходить в прямой эфир, при этом. Продиралась, не забыть, да. Да, при этом, как бы, они понимают вот всю дикость этой всей ситуации, но Россию поддерживают.